Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть? И с вами ваш проводник Мира Искусства Кино, гражданин и режиссер. И это разбор второго Джокера. Безумие на двоих, как его перевели у нас. Подробно разберу, сначала без спойлеров, почему фильм вышел хуже. Вы, наверное, это уже слышали, даже если не смотрели фильм, да? В чем он уступает первому фильму? Почему не получилось? Дальше со спойлерами досконально приведу примеры. Что было сделано не так? Ну и самое главное, какие версии еще должны были быть и как должен был развиваться в итоге фильм, чтобы получилось, даже если они решили идти новаторски, не делая классический сиквел первого фильма. Ну что, давайте приступим, армия драконов. Итак, расскажу вам, что происходит вначале, в бесспойлерной части. Артур попал в психушку, как и вы видели, если пересматривали в первом фильме. И находясь там, естественно, он находится в подавленном, замкнутом состоянии под таблетками. Снова вернулся тот барьер, которого его лишило то социальное положение, которое происходило в городе. Напомню, что социальные службы даже увольняли, закрывали. Весь город погряз в нищете. И вот теперь он здесь находится и должно быть судебное разбирательство, как вы, наверное, видели в трейлере. И его адвокат, это все всего лишь за дел фильма, чтобы имели понимание. Его адвокат, у него есть некая идея, как защищать своего клиента. Идея следующая, рассказать, что Джокер это отдельная личность внутри Артура. И тогда он, значит, безумен. И тогда ему грозит психушка, лечение, но не высшая мера. Смертная казнь грозит ему, если докажут, что это Артур сделал. И также вы знаете, что появляется она, Харли, которую играет Леди Гага. И вот дальше возникают на фоне этих отношений некие события, судебный процесс. И все это еще представлено практически, можно говорить, в жанре мюзикл. Почему? Потому что этих музыкальных постановок на протяжении фильма достаточное количество, чтобы об этом говорить. Вот общий задел фильма. Казалось бы, что не так? Первые моменты, не обращаясь к сценарию. Начнем с того, что сразу оказалось слабой стороной фильма, что сразу, наверное, называли бы многие ошибкой. Изменение самой подачи жанра. Как я уже сказал, мюзикл. То есть здесь музыкальные номера. Если бы в первом фильме они также присутствовали, то это было бы нормой. Потому что человек привыкает некому формату. Ну мы видели первого Джокера, у тебя уже есть представление, в каком стиле должен быть фильм. А вдруг здесь сам стиль фильма меняется. Да, здесь есть некое объяснение этих номеров. Да, это мы уже исследуем внутренний мир главного героя Артура. Но жанрово кино меняется. И это, естественно, вызывает сопротивление. Представьте, вы приходите на Властелина, хоть и все три части снимали одновременно. И вдруг второй фильм, а там музыкальные номера. Фродо с Сэмом идут и поют песни. Дело не в том, что это вообще, в принципе, было бы странно. Дело в том, что в первом фильме, в Братстве кольца, допустим, вы бы этого не видели. Тогда бы у вас возникли вопросы. Поэтому это первый момент. Следующий момент. Действие фильма в первой части происходило в городе масштабно. Казалось бы, бюджет увеличился. А вместо макропространства, микропространства у нас только лечебница и суд. Кажется, что бюджет урезали в раза три. А не то, что он расширился. Поэтому это тоже влияет на восприятие. Знаете, предчетча приквелы подразумевают, ну, вот такое пространство. А сиквелы, причем успешные, чем отличаются успешные сиквелы от первого фильма? Классикой. У них появляется больше бюджет. И нам дают ровно ту же историю, что первый раз, может быть, она уступает. Но что? Дорого-богато уже. Масштабнее это все происходит. Здесь же нам и не дают первую историю. А еще и она выглядит, как будто бюджет урезали. Еще раз говорю, все в голове. Зритель немножко ожидает другого. Это не то, что плохо. Можно и гениальный фильм снять, просто находясь даже в лечебнице одной. Но у тебя уже был первый фильм. И у тебя есть некое представление и ощущение, что сейчас они вдвоем с Харли здесь будут, понимаете, Бонни и Клайд такие, на фоне Готэма. А все оказывается в пространстве нескольких помещений. Это тоже играет в минус этому фильму. Следующий момент. Первый фильм был очень социальным. Он говорил о конкретной вещи. О низах, которым относятся как к мусору. Которые погрязли в мусоре и крысах. В каждом кадре нам рассказывали, что мусор в городе. Везде мусор. Артур ходил по городу, мешки с мусором. В новостях говорили, что супер крысы в городе. Город погряз в грязи и в мусоре. Людей увольняют. Первая работа Артура в начале первого фильма. Он, знаете, с каким баннером стоял? Что все надо продавать. Закрывается магазинчик. И постоянно кто-то лишается работы. И речь шла о бедных и богатых. Речь шла о том, как потихонечку, если ты относишься долго как к мусору, вот к этому социальному классу, который внизу, он в итоге придет и начнет забирать свое силой. Начинается. Он был духом революции в первом фильме, если коротко. Джокер. Вот о чем был фильм. Крайне важный социально. Попадал в сердце многих людей. И даже у меня есть об этом целая дискуссия о том, почему побаивались этого фильма. Почему этот фильм не выиграл Оскар, а выиграл корейский фильм, казалось бы, на ту же тему. Больно взрывоопасный фильм. И даже ряд новостей было. Буквально вот сейчас смотрел обзор одного из американских блогеров, известных, который делал обзор второго фильма. И он там вставил эти кадры из новостей к первому фильму, что очень побаивались, что он вызовет некие вот эти движения масс в обществе. Речь о первом фильме. То есть был социальный фильм, очень важный. Второй фильм, он уже выходит в другую совершенную область. В область безумия. Где эта грань между здоровым человеком, сумасшедшим человеком, сумасшествием и как оно протекает в человеке. Что оно делает с человеком, с его психикой. То есть это уже изучается совсем другая тема. Конкретная личная тема отдельно взятого человека. Поэтому опять же это не работает в плюс этому фильму. Почему? Потому что там люди видели другую проблему. И они ожидали увидеть, что же дальше с Готэмом случилось. Как повлиял он на Готэм глобально. Что происходит дальше с политикой Готэма. А там это все забито. И говорят, а теперь забыли об этом. Поговорим о психике человека. Посмотрим, что в черепной коробке у Артура, у нездорового человека. Исследуем этот мир. То есть все это уже играло в минус этому фильму. Но! И вот дальше я расскажу, какое но. Но перед этим, дорогие мои зрители, самое важное закреплено здесь, в описании. Ссылка на другой ролик, который вышел сегодня утром. Ссылка на ролик, который я делал три недели к выходу этого фильма. Ссылка на разбор, большой разбор, двухчасовой разбор первого Джокера. Покадровый. Вставлено огромное количество кадров. Разобрана каждая сцена. Очень подробный и доскональный. Вы получите ответы на многие вопросы, которые, скорее всего, вы даже для себя не открывали до этого. Поэтому, если вам нравился первый Джокер, милости прошу вниз. Вместо просто пересмотра вы можете его посмотреть, потому что там кадры, я еще раз говорю, всего фильма. Лично ручками делал принт-скрины каждой картинки. Занимался очень долго этим материалом. Сидел долго в материале. Днями и ночами я был погружен, поэтому очень хорошо проник в материал. Поэтому посмотрите лучший разбор первого Джокера. Ссылка закреплена в описании. Двухчасовой, большой, очень глубокий. Ну а теперь вернемся сюда и говоря это но. Но, несмотря на то, что режиссеру можно даже поаплодировать за что? За смелость. Что не решил идти шаблонно. Шаблонно это, я еще раз говорю, повторить эту же историю снова. Но масштабней. Теперь вдвоем то же самое. И людям бы и понравилось. Он решил идти другим путем. Смелым путем. А теперь я буду изучать и рассматривать психику человека. Болезнь человека. Совсем другую проблему. Не социальную, а конкретную проблему. Конкретного человека, пожалуйста. Но надо было это сделать тогда так же филигранно и искусно, как это было сделано в первом фильме. И вот здесь подстава в том, что дело даже не в мюзикле. Дело не в остальных вещах. Реализация этой вот самой проблемы. Реализация этой самой темы. Оказалось не столь качественно сделано, как в первом фильме. Очень сильно уступает. То есть ему не удалось пробраться в головную коробку Артура Флэка. Совершенно. Он не смог это сделать. Давайте в двух словах пока что в бесспойлерной части объясню, в чем дело. Вот у нас задел, как я говорил. Он сидит в психиатрической клинике. И первый момент, который вас сильно напряжет, если вы недавно смотрели первого Джокера. Герой из второго фильма это не тот же Артур, что в первом фильме. Хоакин играет другого персонажа. И это уже плохо. Я не шучу. Другого по характеру. И дело не в том, что он вначале прокачан и таблетками, конечно, как овощ. Нет. Когда он даже проявляет себя, это не тот же человек. А я, который был в контенте несколько недель и пересмотрел этот фильм десятки раз. Десятки подчеркиваю. Раз. Первый фильм. Я сразу увидел, что передо мной другой человек. Просто другой. Не хуже сыграно. Нет. Феникс прекрасно снова играет. Но он играет другого по характеру человека. Я уж не знаю, почему так у них получилось. Но это не тот же персонаж, кто был в первой части. И дальше вот у него возникает некая дилемма. Потому что адвокат выбрал свою позицию, как защищать его. А тут у него появилась Харли Квин. И у него есть другой вордиант. Альтернатива, как защищать себя через своего же Джокера в себе. Стараюсь максимально бесспойлерно сейчас выбраться из этой ситуации. Вот. И дальше вот в тот момент, когда он должен показать, и как же бы он защищал себя от того самого стула, от той самой смерти, как он был бы искусный змей-искуситель, который там, суд присяжных, убедил бы их, что он ни в чем не виноват. А я не спойлерю сейчас решение каким-нибудь. Убедил бы их. Вот этого вообще нет в фильме. То есть в тот момент, когда ты такой садишься, казалось бы, большой хронометраж, но этого нет. Момент, когда должно начаться самое главное, это вот этот courtroom, суд и вот вся красота там, где ты должен восхититься тем, как он убедил всех, как он переиграл всех, этого вообще нет. Этот кусок просто очень кастрированный, он там пару раз появляется, пытается что-то сказать, и все, и все заканчивается, в принципе, суд. Вы скажите, так, хронометраж, значит, тогда был бы вообще трехчасовой какой-то. Так, тогда надо было убирать сцены психиатрической клиники в начале. Я специально посмотрел по таймингу в начале. Первые 20 минут, учитывая, что им нужен был суд, можно было загнать в пять. Фильм бы не сильно пострадал от этого. То есть, суть и идею передать можно было. Там, знаете, как было в начале растянуто подробно, как он находится в психиатрии, как будто у них целый сезон от HBO, и можно спокойно, вот первая серия от него. А то важное, которое было позже, оно скомканно совершенно. И ты спрашиваешь, подождите, если у вас нет сезона, так это надо было убрать, главное вы не показали, не убедили, ничего, самые важные моменты, вот этого суда и нету. Харли Квейн, о которой вы столько слышали, так ее тоже мало, его взаимодействие с ней. Казалось бы, она есть, но ее немного. Ее слишком немного для раскрытия этого персонажа. Ее должно было быть больше, и я знаю, что есть кадры с ней. То есть монтаж самого фильма тоже вызывает вопросы. То, что нужно было, того нету. А то, чем можно было пожертвовать, то оставили. И те ощущения первые 30 минут, что ох, мощный фильм. Другой совсем, но мощный, который расскажет нам о вот этом безумии человека. А дальше вдруг скомканно, скомканно, скомканно. И чем дальше, тем хуже, потому что все, что должно было выстрелить, не стреляет совершенно, не срабатывает. То есть даже если мы примем историю режиссера другую, несозвучную с первой, как я сказал, почему несозвучную? Ее можно было сделать тоже сильно. И сказали бы тогда зрители, выходя, да, это совсем другой фильм, но тоже мощный, блин. Вот такой был бы отзыв. Слушайте, это вообще другое кино. Как будто просто с этим же героем, но я посмотрел другой фильм. Но это было мощно. Ну, пример там, пример не в целом, но чтобы вы понимали, например, с Логаном. Логан фильм, да? То есть это сильно не похоже на то, что было до этого с Росомахой. Но если хорошо сделано под другим углом произведения, его оценят. Например, Рокки Бальбоа, фильм, который был последним в серии именно про Рокки. Он совершенно был по стилистике, не похож на классические фильмы Рокки. Совершенно. Другие акценты, другой стиль повествования был. Но так как хорошо был прописан сценарий, он имел успех у зрителя. Вот здесь было бы так же. Сказали бы, да, это другое вообще кино, мы ждали другого. Но как хорошо режиссер это все сделал. А вот здесь он не сделал. Он идею, которую хотел преподнести, не реализует. Вот, к сожалению, что получилось в этом фильме. А дальше уже без спойлерной части, без обсуждения того, что было там, что он не додел, уже невозможно. Я более чем достаточно вам сказал, дорогие мои зрители, еще раз, кто уходить сейчас будет. Не пожалейте. Вот даю вам слово, не пожалейте. Это двухчасовой разбор первого Джокера. Посмотрите, обязательно откройте для себя новые грани. А это был сильный фильм, действительно. Безусловно. В нем есть невероятная глубина, очень важная социальная проблема. И кто он такой Джокер, я там подробно показываю. Ну а теперь к спойлерной части. И начиная с спойлерной части, давайте поговорим, во-первых, об этом взаимоотношении, наверное, с Харли. Потому что многих интересует, она реальная была или нет. Вы заметили, да, что здесь очевидно. Это режиссерский ход был сделан. Он специально делает ряд кадров, где прямо намекает на то, что это все в голове у Артура. Ну прямо намекает. Прямо есть сцены в самом начале, где с ней никто не разговаривает. Где она выходит в коридор, он с ней говорит. Где даже она пришла и кричат. Эй, не трогай. Не трогать нельзя, но не говорят прямо, что ее трогать. То есть много есть кадров, где нам прямо намекают, что она часть его больного сознания. Но есть кадры, где как будто прямо говорят, что она есть вдруг. И журналист показывает ее в газете. И это сделано осознанно, конечно, чтобы мы тоже попали вот в это состояние полубезумца. Здесь режиссер с нами играет, да, как будто мы сами находимся под каким-то воздействием сейчас. Чтобы легкое безумие в нашей голове поселилось. Хороший, красивый ход и подводя итог, конечно, четко можно сказать, она в его сознании. Все остальное это, чтобы ввести нас в заблуждение. Она была частью его сознания. Она была чем? Смотрите. Его, кто он был, Джокер? Помните, он высвободил себе этого демона в первом фильме, да? Человек, которого забивали всю жизнь, человек, к которому относились как к мусору, дает ответку этому миру. Он поднимается, поэтому он был духом революции, низов, страшным духом. И вот его таблетками усыпили, да, успокоили, загнали куда-то так глубоко, что он даже не видит его в себе. И дальше вот он другой совсем овощ, который соглашается на все. Вот адвокат, и он говорит адвокату, да, хорошо, такая линия защиты, хорошо, хорошо. И вот это его психика бы, идея хорошая, его психика создала Харли, которая пробуждает в нем снова память о Джокере, которая ему дает подсказки. И здесь женский архетип хорош, учитывая, что огромное влияние на него кто оказывала мать всю жизнь. И вот этот женский архетип женского клоуна в нем, Орликина, он пробудет в нем снова Джокера. Идея-то классная, ему утрамбовали таблетками, она ему дает подсказки так. Уволь адвоката, не нужно, с такой защитой тебя ждет этот стул. Дальше. Перестань пить, она ему говорит, хватит. И вот эту линию надо было, ну, пытался режиссер развивать. И потихонечку в нем должен был пробуждаться настоящий Джокер. А вот потом должна была быть та часть в фильме, которой нормально и не было. Где Джокер в нем потихоньку просыпается, он вспоминает, кого утрамбовали этими таблетками. И дальше он начинает свою игру, где он должен убедить суд присяжных, что Джокер это разное с ним. И учитывая, как он в начале был, к концу бы присяжные не сомневались, что это две разных личности внутри него. Вот как должен был развиваться фильм, и должны были быть эти бесподобные сцены в суде. Где он переворачивал игру с допросами. Это все, этого всего ты ждешь, а этого там не было. Должна была быть вся эта самая вкусная часть. Знаете, как есть великий фильм про суд? Justice for all. Салем Пачино. Вот там, вот показано, как это должно быть в суде. И финальная его речь Пачино. Там она есть отдельная, как есть ряд классических великих речей Пачино. Вот там ружье стреляет четко. Здесь этого не хватило. И вот здесь дальше у Филлипса, у режиссера, да, тогда было бы два пути в финале. Какие пути? Которые он избрал путь. Какой он вызвал путь в конце? Что Артур, если кто-то недопонял, здесь немножко невнятно и можно не понять. Его, помните, был антагонист охранник, который давит на него. Который потом избивает его, потому что, почему он разозлился? До этого им было всем понятно, что не спасется, он его отправит на стул. А потом он видит охранник, что он вывернется с этим Джокером сейчас. И он сам охранника, как показали, пустое место. Сам охранник его записал на эти музыкальные занятия, чтобы там себя показать. Они сами ревностно также относятся. Сам обижены жизнью, поэтому нам показывают, как другим причиняет там боль. И агрессию вымещает. И здесь вдруг оказывается, что вот этот, над кем он надсмехался, звезда, герой, да еще и скоро улизнет от наказания. И его начали, помните, избивать там. Так вот, к чему была вся эта сцена, там немножко невнятно, можно не понять. Надо следить за словами было. Он ему говорил важную вещь о том, что он пустое место. Почему в итоге Артур, когда уже взял суд присяжных, он в финале им говорит, «Сейчас должна была быть речь от Джокера, но я вам признаюсь, я все это сделал, я Артур это все сделал, не Джокер, еще и маму заодно убил». Зачем это было сделано? Режиссер здесь нам рассказывал о чем? Что Артур в первом фильме, о чем он всегда говорил? «Я пустое место». «Я до того действия, первого убийства в метро, чувствовал себя пустым местом, даже не знал, что я жил». То есть здесь хотели показать дилемму Артура, что, блин, я, конечно, не спасусь, но если я признаюсь, что это сделал Джокер, я опять Артур, останусь пустым местом. Поэтому он делает признание, но очень у режиссера это получилось невнятно. Здесь прямо надо было с подзорной трубой следить за этим всем внимательно, и тогда ты только поймешь, зачем он этот твист сделал, да? И дальше тогда видна линия. Какую он линию нам прописал, режиссер? Потому что я уже вижу кучу вопросов по этому поводу. Его армия снова, как только в нем пробудился Джокер в суде, да? Харли пробудила в нем Джокера. Как только Джокер пробудился, снова появилась эта армия жаждущих. И они его спасают. Происходит этот взрыв, они его вытаскивают. Почему он от них отказывается, от своей армии? Почему он от них сбегает? И есть эта сцена, сейчас мы ее разберем, с Харли Квинн на лестнице той самой, по которой он постоянно ходил. Потому что он, вот как режиссер нам показывает, отказывается от своей темной натуры. Он отказывается, то есть нам показывают версию, где главный антагонист из всех антагонистов вдруг становится хорошим, выбирает светлое начало. То есть то, чем обычно Бэтмен занимается, нам показывают, что здесь Джокер прошел этот путь. Он отказывается от Джокера, он отказывается от спасения, он хочет сохранить свою душу. Вот такой путь, не судите меня за слова, это режиссер сделал. Я просто передаю вам информацию, может вам это очень не понравится. И вот в этой линии Артур приходит, идет по лестнице и разговаривает с Харли. И она с ним просто обычной жизнью не хочет жить, она хочет жить с Джокером. А он отказался от этого. И вот такого отказавшегося от всего героя, что ждет в конце, помните? Заточка от его фаната, который убил его. Почему? Потому что они поверили в него. Он был вот ихним духом революции. Его первое имя в фильме, это я в разборе говорю, «Карнавал». И есть там песня, очень известная песня. И я рассказываю историю того автора этой песни, почему не случайный псевдоним у него первый, «Карнавал» в первом фильме. Он имеет смысл, потому что будет «Карнавал» его имени в Готэме. И они будут поклоняться своему главному шуту. И вот здесь их шут предал, «Карнавал» их кровавый. И, конечно, они идут против него, потому что считают, что предал он их идеалы. И даже его фанат в психушке в итоге убивает его вот той самой жестокой шуткой смешной. То есть душу он спас, но погиб. Там, в версии режиссера, странная версия, вы можете сказать. Но эта версия могла тоже работать, и зритель бы ее принял. Что для этого нужно было? Во-первых, нужно было, самое главное, судебную линию, повторяю, выстроить так, чтобы мы получили вот эту невероятно фантастическую игру Джокера в суде. Где он переиграл всех и уже убедил суд присяжных. А потом есть сцена, где он с Харли сидит и в диалоге сам с собой разговаривает. Харли, это же его голова. Рассуждает на тему, что если я завтра признаюсь, что это Джокер, значит, Артур опять останется пустым местом. А она будет его убеждать, так и есть, Джокер, ты. Джокер должен поглотить тебя полностью, все правильно. И в итоге, в последний момент, он выбирает остаться собой, и вот это была бы речь. Вот тогда это ружье бы работало мощно. Вот тогда бы все красиво сыграло бы, и в финале мы бы понимали все. Но есть и другая версия, которая была бы более каноничная и логичная. Опять же, выстраивается та же схема, которую сам режиссер сделал. Я же беру его материал, но просто показываю, каким он должен был быть, чтобы всем понравилось. У нас утрамбована личность внутри таблетками, так, так. Нам показывают антагониста, охранника, который давит их, прессует, как его жизнь прессовала. Это ружье заряжено. Дальше его подсознание в лице женского образа, так как мать постоянно была сильным архетипом женским в жизни, начинает пробуждать в нем Джокера. Потихоньку пробуждает его, и Джокер выигрывает эффектно. Дело в суде снова, что он делает? Снова он вдохновляет, как и в первом фильме, эту толпу, когда они его видят. И на что он их вдохновляет? На себя спасение. Они взрывают суд и вытаскивают его. Параллельно вдохновляются кто? Психи там, в клинике. И что там происходит? Бунт. И вот тот молодой вдохновившийся убивает его антагониста, который работник был там. Это все логично было бы. И тогда финал какой был бы? Она оживила в нем, этот женский архетип Харли Квинн, оживила в нем Джокера. Он снова вдохновил всю эту безумную сумасшедшую толпу. Он на свободе. И в финале он останавливает с ними машину, не убегая от них, подходит к этой лестнице, поднимается по ней наверх. Там стоит Харли с ним. И говорит, спасибо тебе, ты, мол, вернула меня. Да, то есть теперь нету Артура, есть только Джокер, как ты и советовала. И дальше он начинает ее душить. Душит ее. Она погибает. И следующий кадр с другого ракурса, где мы видим, ее и не было. Он убил вот этот инструмент дополнительный, который помог ему вернуть в себе и пробудить Джокер. Вот если бы так это сделали, все бы вышли из кинотеатра и сказали бы, сильный сиквел. Отлично все получилось. Я сегодня после просмотра сидел и прописывал и размышлял, что, где они упустили. Заново выстраивал этот пазл, исходя из тех координат, которые режиссер дал. Я не свою историю придумал, я взял его историю, но показал, как она должна была бы выглядеть, сейчас, чтобы она понравилась. Представили вот такую версию, да? Вот так пазл складывается, правда? Нормально, логично. А режиссер не добил свою же идею. Очень жаль, очень жаль. Мощный, роскошный первый фильм. Второй мог тоже быть мощным. Там все для этого есть, но не срослось, не получилось. Но один раз рекомендую все равно посмотреть, если не смотрели. Еще раз представьте и поразмыслите. Вот так, с этой точки зрения, грамотно, если бы все было бы выстроено и показано, как вот сейчас мы здесь с вами разбирали. Еще раз, не перестану напоминать, потому что оно того стоит. Закреплено в описании. Ролик двухчасовой. Потел над ним три недели. Сидел много часов. Целыми днями потерял сон в прямом смысле этого слова. Не успевал делать параллельные разборы. Пингвина до сих пор не выпустил по этому разбор. Ну, оно того, черт побери, правда стоит. Посмотрите разбор первого Джокера. Ну, а вы были на канале «Что посмотреть?» С вами был ваш проводник, мир искусства кино, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.